Друзья, мы в твоём вечере уже рассказывали вам о том, что скоро все новые постройки в нашей стране должны стремиться к коэффициенту энергоэффективности класса А. Несколько таких зданий в Таллине уже появилось, но мы хотим вам рассказать ещё об одном интересном доме. Мало того, что он энергоэффективный, так он ещё самый зелёный дом в нашей стране. Почему же он самый экологически чистый? Ну, да. Во-первых, я хочу сказать вам, что наше здание получило сертификат качества лета. Это американский сертификат, который подтверждает, что в этом здании сделано всё так, как заявлено. Вот. Ну, может быть, несколько слов, с чего можно было бы начать. Это, в первую очередь, с фасада. Если вы обратите внимание на фасад, у нас использованы так называемые ламелевые панели. На самом деле у них есть очень конкретная цель. Они отражают солнечную энергию, соответственно, позволяют нам меньше использовать энергии для того, чтобы охлаждать здание изнутри. Поэтому каждый раз, когда яркое солнце, панели принимают на себя эту энергию, а мы, соответственно, экономим электричество, чтобы охлаждать. Второй, наверное, момент очень важный. Если вы посмотрите на фасад, он вам визуально кажется стеклянным, но на самом деле внутри стекла меньше, чем снаружи кажется. Думаю, многие жители Талина знают этот дом уже потому, как он красиво подсвечен вечером. Вот это решение, оно с чем было связано? Ну, вы знаете, как бы из-за того, что мы использовали вот эти ламели для управления солнечной энергией, и мы в какой-то момент пришли к выводу, что их нужно еще более эффективно использовать. Поэтому, если вы обратите внимание, то вы видите LED-полосы, и мы пришли к такой идее, что, в принципе, можно было бы сделать из всего дома большой экран. И сегодня, на самом деле, когда действительно вечером вы проезжаете здесь мимо, вы видите здесь разные визуализации. В то же время мы можем как бы здесь, ну, отображать какие-то, скажем, тексты, какие-то картины, и вплоть до того, что мы можем твой вечер показывать прямо на фасаде этого здания. Вечером это здание производит неизгладимое впечатление. Благодаря технологиям экономичных светодиодов и тому, что современные здания все больше сами производят электричество, можно предположить, что в будущем подобных световых решений станет появляться все больше. Тем паче, что это готовая рекламная площадь. Да и вообще, новый строящийся квартал возле порта постепенно становится сверхсовременным центром Таллина. А если через несколько лет перестроят Игар-Холл, то здешний ландшафт изменится до неузнаваемости. Но вернемся в день сегодняшний. Ну что ж, друзья, чудеса телевидения, и вот мы оказались на крыше здания «Эксплорер», где находится одна из важнейших частей, одна из важнейших составляющих того, почему этот дом стал самым зеленым экологическим. На крыше мы разместили солнечные панели, и вырабатываемые энергии, которые мы здесь получаем, мы используем для снабжения техносистем. Если вы заметили, наша крыша белого цвета. Ну да, обычно черный гудрон, да, кладут. В этом есть тоже определенная цель. Значит, когда есть очень большая солнечная энергия, она обычно проникает в здание через фасад, крышу. Соответственно, вот это белое покрытие, оно также имеет цель отторжения этой солнечной энергии, чтобы потом не охлаждать здание излишне. Крыша покрыта таким интересным слоем, который поглощает из воздуха СО2. Это тоже как бы такой немаловажный момент. Что это дает? Ну, скажем так, для экологии это дает только плюсы. А, вы как маленькое бетонное дерево, которое поглощает СО2 и вырабатывает кислород. Зданию «Эксплорер» был выдан сертификат энергоэффективного строения «Леэт Платинум», что официально делает это здание самым зеленым среди эстонских аналогов. Это дает гарантии арендаторам, которые здесь работают ежедневно, потому что, когда ты знаешь, что здание имеет такой сертификат, ты можешь быть больше, чем уверенным, что ты получишь очень хорошую услугу в виде арендуемых площадей. Ну и для собственника, конечно же, когда он когда-либо будет его продавать, ну, скажем, заявление о том, что у нас есть такого рода сертификат, подтверждает будущему покупателю, что действительно это хороший товар. В подобных зданиях основной упор делается на системы, обеспечивающие обитателей свежим воздухом. Мы попадаем сейчас в вентиляционное помещение, да, центр. Соответственно, здесь вы видите сердце, как бы вот самое главное помещение, где находятся как бы вентиляционные системы. Для того, чтобы эффективно использовать энергию, мы управляем вентиляционной системой таким образом, что в разные периоды дня мы, вентиляционная система работает на разных мощностях. То есть, например, ночью она работает на спящем режиме, днем она работает в том объеме, в котором нужно для обеспечения воздухом здания. В каждом помещении установлены также датчики уровня углекислого газа. И подобная умная вентиляция приводит порой к неожиданным результатам. На самом деле, из-за того, что у нас в зданиях обычно работают творческие люди, конечно, продуктивность, она на порядок растет. У нас есть пример клиента, который, переехав к нам в здание, сказал, что, знаешь, Игорь, я заплатил за аренду больше, но моя компания стала более прибыльной, потому что продуктивность моих людей выросла в разы. Еще один важный аспект для любого современного здания – качественные окна. Они не только должны хранить тепло, но и защищать от внешнего шума. Для нас в основном очень важно то, что шума нет. То есть мы сидим в своих кабинетах, для нас важно затачиваться на работе, работать с документами и так далее. Поэтому для нас в основном шумоизоляция важна. Ну и, конечно, такие моменты, которые касаются отопления, комфортного свежести воздуха, вентиляции. Такие моменты. Тут, в принципе, таких проблем нет. Мы чувствуем себя очень комфортно. А вот этот имиджевый момент, что здание и снаружи, оно довольно необычное, как-то влияет на работу? Ну, снаружи, да, люди интересуются, спрашивают всегда. Вот вы в том светящем здании, мы всегда ощущаем, да, что именно в этом светящем здании. Конечно, все эти новомодные технологии еще не скоро будут доступны, так сказать, простым смертным живущим в массовом и не самом дорогом жилье. С другой стороны, установить умную вентиляцию в квартире или солнечную панель на своем доме не так уж и хлопотно. Но зато результат будет радовать как с экономической, так и с экологической точек зрения. Мы заканчиваем нашу короткую экскурсию по уникальному зданию «Эксплорер» возле стенда, на котором указано потребление электричества, необходимость в отоплении и потреблении воды. Друзья, если вдруг вы знаете какой-то дом или здание, которое может перебить эти показатели, или просто есть уникальный дом, который будет интересен нашим зрителям, обращайтесь к нам, пишите нам письмо на твой вечер собачка.err.ee. Продолжение следует...